готовлю зеленый борщ из щавеля с фрикадельками из куриного фарша на фрикадельки я возьму совсем немножечко фарша буквально вот третью часть из остальной части под делать тефтельки поставила уже закипать воду сейчас она мне закипит и тефтельки я закину кипящую воду пока вода закипает буду формировать тефтельки таким макаром я отсоединяю их не буду потом ладошки ладошку буду смачивать и фарш я не солю ничего туда не добавляю я подсолю воду и в соленой воде у меня будут гориться тефтельки кто-то добавляет рис но и рис я сюда не добавляю в этот зеленый борщ здесь ингредиентов у меня минимум шевель картошка лук какой-то мясной борщ вот у меня здесь водичка есть и смачиваю руки просто так скручиваю шарики для тефтелек вот такое небольшое количество тефтелек но этого достаточно для борща потому что я не хочу чтобы он был жирный чтобы его можно было есть в холодном виде чтобы вот этот жирок застывал мне такого не хочется тефтельки готовы сейчас подготовимся я беру несколько листочков не так много у меня же еще есть палочки просто режу их вот так по сантиметру видно вам нет нарезаю вот так вот щавель для супа немножко листочков будет и палочки которые я отрезала от этих листиков вот я их мелко мелко порубил их конечно хорошо бы на мясорубке перекрутить добавляю к этому же щавель вода у меня закипела то закидываю фрикадельки ну практически сразу за фрикадельками вот они всплыли я закидываю картошку тут у меня же 5 картошин я оставляю немножко вариться буду снимать пенку в самую последнюю очередь я закину щавель и сделаю болтушку из яйца это что-то закину лук еще репчатый мелко измельченный сейчас я его как раз и порежу вот у меня тут половину луковки мне такая крупная видите луковица большая я половинку возьму сейчас я мелко порублю вот я лук порубила я его обжаривать не буду вообще сюда в этот суп не делаю никакую поджарку обжарку и вот прямо такой мелкий лук я супец и отправляю удобно девочки одной рукой супчик мой кипит фрикадельки сплыли картошечка сварилась сейчас я сюда закидываю щавель закидываю щавель немножко он проварится и минут через пять я сделаю болтушку из яйца свежего и тоже сюда в суп закину в принципе и вот и все зеленый дождь готов так вот я разбила два яйца разбила два яйца вот так вот их можно венчиком можно вилочкой и вот таким макаром я в суп яйцо видите его выливаю и тут же еще раз вилочкой взбалтываю ну вот в общем то и все у меня суп готов я сейчас его выключу он у меня постоять должен такой суп из щавеля с фрикадельками у нас получился кушать его естественно лучше со сметанкой всем приятного аппетита так вот 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 так